МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость нашей студии... Студия Купол продолжает свое обещание. Сейчас в нашей студии председатель законодательного собрания Евгений Викторович Лебедев. Здравствуйте. Евгений Викторович, спасибо, что заглянули в нашу студию. У нас к вам есть несколько вопросов. Международный бизнес-саммит превратился в авторитетную переговорную площадку, где аккумулируется передовой опыт экономического развития. Подскажите нам, какие задачи это помогает решать? Все вы говорите правильно. Бизнес-саммит действительно серьезная площадка. Судя по тому, что с каждым годом прибавляется и количество участников, и конгрессных мероприятий. Появляется больше людей, представляющих ближние и дальние зарубежья. Но если говорить нашим обычным языком, бизнес-саммит – это все-таки ярмарка идей, ярмарка технологических и научных новаций. И люди приезжают сюда для того, чтобы поделиться этим опытом. Мы всегда с удовольствием участвуем во всех этих мероприятиях. Очень много находим полезен. Но и сами всегда готовы поделиться своим опытом. Потому что Нижегородская область – область уникальная. Я имею в виду то, что сегодня потенциал ее огромен и научный, и производственный огромен, и востребован. Но наша область славится еще многими-многими именами, которые прогремели на весь мир, на всю Россию. То есть я их называть не буду, все нижегородцы их знают. Но это говорит о том, что Нижегородская область всегда была неким центром научно-технического развития. И может быть то, что она в свое время была закрытой областью, много предприятий и военно-промышленный комплекс – это ее большие, может быть, сегодня преимущества. С вами, как и с председателем Законодательного собрания, хотелось бы поговорить именно о законах. Какие решения в последнее время принимались, чтобы улучшить положение промышленников и каких-то для инвестиционного климата? Какие законы были приняты? Вы знаете, понятно, что бюджет области и решение всех социально-экономических задач – это средства, которые необходимы. А средства в бюджет приходят в первую очередь, конечно, от предприятий. Даже когда они платят те налоги, которые должны платить за своих рабочих, это все равно и их возможности. А чтобы таких предприятий было больше, мы в свое время создали, ну, это, может, не скромно, но это было признано на российском уровне, достаточно эффективное инвестиционное законодательство. И в соответствии с ним мы предоставляли льготы тем, кто хотел прийти работать на Нижегородской земле. Но, к сожалению, сейчас вот с этими санкциями, которые мы испытываем, как и вся Россия, немножко снизилась инвестиционная активность, но, тем не менее, она есть. И вот буквально в этом году, в марте месяце, мы одобряли соглашение между правительством области и компанией «Линда Газ Рус», которая инвестировала почти 3 миллиарда рублей для того, чтобы рядом с мощным потребителем газов атмосферных создали предприятие, которое сегодня эффективно работает и получает те льготы, которые предусмотрены нашим законодательством. И, конечно, сегодня не очень просто найти какие-то новые предложения для инвесторов, потому что, ну, как инвестор интересует, какие-то льготы по налогам, может быть, какие-то облегченные процессы по получению разрешения на землю, на строительство и так далее. Все это уже есть. Но мы всегда поддерживаем любые инновации. Вот сейчас появилась, ну, по инициативе Российской Федерации инновация такая, то есть специнвестпроект. То есть это уже такой трехсторонний уровень участия, когда участвует федерация, когда участвует область, когда участвует инвестор. Там есть определенные правила, определенные условия, но мы поддержали, приняли соответствующие документы, чтобы на территории Нижегородской области и такие инвестпроекты тоже были реализованы. А вот еще также известно, что депутаты законодательного собрания приняли закон о торгово-промышленной палате Нижегородской области. Вот для чего это было сделано и какие дополнительные возможности это дает? Мы несколько раз подходили к этой проблеме, но всегда как бы прокуратура в основном противодействовала, ну, не то что противодействовала, а как бы говорила нам, что вы не можете принимать такой закон, пока нет закона на уровне Российской Федерации. И вот, наконец-то, Российская Федерация приняла закон о торгово-промышленной палате, но все федеральные законы, они, как правило, рамочные, они, ну, как концептуально определяют систему взаимоотношений и прав и обязанностей, которые регулируются этим законом. А вот до руды, до деталей можно эти отношения довести только через региональные законы. И когда мы проводили на базе ассоциации промышленников встречу, приезжал вице-президент торгово-промышленной палаты, и мы договорились о том, что совместно поработаем и подготовим законы проекта торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Поэтому мы такой закон приняли, мы им гордимся, потому что мы были одни из первых в Российской Федерации с таким законом. Но этот закон дает дополнительные возможности, как и торгово-промышленной палаты в работе со всеми властными структурами, с предпринимателями, так, собственно, и нам дает возможность привлекать их для консультации по поводу тех законопроектов, которые мы разрабатываем. А поскольку они, ну, как бы вся суть торгово-промышленной палаты, это ее работа, завязана на улучшение условий работы предпринимателей, промышленников, то есть здесь мы с ними солидарны, и, конечно, это наша общая задача. Поэтому будем работать плотнее уже не в рамках каких-то договоренностей, а это вот, ну, как бы закон, который дает и права, и полномочия торгово-промышленной палаты в том числе. Ну, возвращаясь снова к теме бизнес-саммита, первый день уже подошел к концу. Какие мероприятия вы уже посетили? Куда планируете еще сегодня заглянуть? Ну да, я на самом деле в процессе. Вот я только что пришел к вам на купол с круглого стола, который был посвящен территории опережающего социально-экономического развития Саров, как площадке инновационной, которая должна, ну, стать прорывной для развития экономики и Нижегородской области, и, ну, может быть, и в каких направлениях там научных, и в масштабах Российской Федерации. То есть это очень интересная тема, и коллеги два года к этому готовились. То есть сегодня там есть не просто какие-то преференции, которые предоставляем мы в виде льгот по налогам и так далее. Там есть сегодня инфраструктура, там есть сегодня, ну, вот, 20 компаний, которые желали бы туда прийти работать, и две вот уже прямо на выходе, которые станут резидентами. Чем уникальна вот эта ситуация, кроме того, что, безусловно, там они получают к этим льготам, которые предоставляем мы по закону, но еще какие-то дополнительные возможности, потому что Саров уникальный город, там есть очень высокий научный потенциал. И я думаю, те компании, которые придут с хорошими бизнес-идеями, они получат возможность, ну, как бы их довести до совершенства, как раз используя весь научно-промышленный потенциал Сарова. Нам очень важно, чтобы этот проект сработал, потому что нам бы хотелось его тиражировать, и мы планируем такие же территории, опережающие развитие, социально-экономического развития сделать на нашей Нижегородской области для Решетихи, для Володарска, потому что там, ну, тоже есть специфика этих регионов. Я думаю, что было бы неплохо, если бы появились такие вот, ну, как бы, бизнес-центры с прорывными идеями, реализованные на территории, потому что это, опять же, рабочие места, это опять пополнение бюджета, в том числе местных, то есть это очень важно для нас. — Что ж, спасибо вам за ваши ответы. — Спасибо за приглашение. — Спасибо. Я напоминаю, что в нашей студии был председатель законодательного собрания Евгений Викторович Лебедев. Оставайтесь с нами, не пропустите следующее интервью. Оставайтесь с нами, не пропустите следующее интервью. Оставайтесь с нами, не пропустите следующее интервью. — Спасибо. — Спасибо.